Сегодня стали известны шокирующие подробности и причина зверского убийства молодого екатеринбургского курьера службы доставки по имени Кадербек. В душегубстве сознался его коллега по работе, 28-летний судимый за грабеж и угрозу убийством гражданин. Следователям удалось выяснить, что уголовник заподозрил приятеля в краже наркоты, не обнаружив закладки в лесу, избил Кадербека, задушил, а мертвое тело оттащил к дереву. Все происходило в районе широкой речки и там спрятал в лесных зарослях. Дело было в жарком июне 10-го числа, тело случайно нашли лишь 18-го, но из-за жары оно распухло до невообразимости. Тем не менее, сыщикам, хоть и не сразу, через три месяца, но удалось выйти на след убийцы. Под гнетом неизбежного бывший уголовник показал и место смертоубийства, и как он жертву душил. Полицейские полагают, что 26-летний Кадербек при жизни дружил с приятелем года два, притом оба курьера употребляли наркотики. Комсомолка сообщает о том, что убитые убийца работали экспедиторами на одном из хлебозаводов Екатеринбурга. И 10-го июня Кадербек покинул свою квартиру на широкой речке, прихватив телевизор, сел в чужой автомобиль и бесследно исчез. Сестра убитого, молодая женщина по имени Наргиза, в интервью газетчикам заявила о том, что Кадербек якобы наркотики никогда не употреблял. Но с тем приятелем он и в самом деле мог уехать в лес. Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам, станьте нашими спонсорами. Сила в правде и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей Черемета, будем благодарны, отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку спонсировать и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята. Вместе мы выстоим.